доброе время суток с вами программа азия большая игра и я ведущий давид эдерман а у нас сегодня в гостях по скайпу из грузии наш постоянный эксперт политолог дела васадзе здравствуй на последнее время очень часто можно услышать противоположные оценки ну например выборы молдавии грандиозное поражение россии после этого говорят но посмотрите вот несмотря на то что в молдавии избран вроде бы президент который за интеграцию в румынию она прежде всего говорит там достаточно комплементарные по отношению кремлю речи или по отношению к войне в карабахе одни говорят что это колоссальное поражение россии за кавказе которая впервые за 200 лет пустила в регион турецких солдат а другие говорят что в карабахе главным победителем оказался путин то есть возьмем на азербайджанской войне выиграл путин и так практически по всем направлениям вокруг россии вопрос можно ли говорить об ослаблении россии или наоборот россия усиливает свое влияние но об ослаблении россии говорить можно но без привязки к этой кейс another карабаху или к молдове и молдове будем надеяться что поражение никто не потерпел о победу одержала молдова как минимум надеяться на то что майя сам долго будет успешным президентом что касается карабаха то там несомненно победу одержал конечно же азербайджан а поражение потерпела армии что касается россии россия ослабла не в карабахе и не в молдове свете ослабла по итогам этих последних 10 лет. Что мы видим в итоге? Процесс ослабления начался еще в 2007 году. Я бы начал его с речи Мюнхенской Путина. И после этого эта политика привела к ослаблению позиций России. Россия была в G8, напоминаю. Россия была очень уважаемым членом Международного клуба. Несмотря на то, что экономически, да, экономически там было не все благополучно. Хотя сначала нулевых все поправилось и все было. Но тем не менее. Это именно воспринималось как подъем во времена Путина, хотя это был подъем ценной энергоносители. Да, это был подъем ценной энергоносители. Но я бы не стал только связывать это с подъемом ценной энергоносители. Не будем забывать, что в начале нулевых в России была неплохая команда экономистов. власти, которые провели, пусть половинчатые, хоть какие, но все-таки реформы. Поэтому там и сокращены были налоги, и административное, скажем так, администрирование было достаточно улучшено. Поэтому это наложилось одно на другое. Я не говорю, что без подъема ценной энергоносители был бы такой результат. Но, возможно, результат был бы скоромнее, но он был бы лучше. На самом деле, на мой взгляд, подъем ценной энергоносители – это было проклятием России, в силу чего пришло к тем результатам, которые есть. Сейчас, что касается конкретно Карабахского кейса. Ну, смотря что считать поражением или победой. Если говорить в разрезе сегодняшнего дня, то, несомненно, для России это успех. Успех почему? Начнем с того, какие цели преследовала вообще Россия на Южном Кавказе. Если не считать идеи о сохранении влияния на постсоветском пространстве, в общем-то, что не очень хорошо получается у Москвы. А цель была следующая. После того, как были перерезаны, частично перерезаны, скажем так, возникли проблемы с маршрутами поставок газа в Европу через Украину, а потом и, скажем так, с Белоруссией возникли уже вопросы. Сейчас эти вопросы сняты, но и то частично. После того, как затормозился Нордстрим-2, естественно, там нужно хорошо понимать, что в Москве считают каждый кубометр газа. Как поставлять и как продавать? Естественно, возникла необходимость в использовании Южного маршрута. Турецкий поток, Турецкий поток-2 не покрывают этих возможностей. И парадокс заключался в том, что те самые проекты, против которых Москва выступала, не только по газу, но и логистические проекты, они оказались для нее в какой-то степени спасением. Я имею в виду Южно-Кавказский газовый коридор с выходом на Танап, а потом ТАП, то есть через Анаталию, соответственно, в Южную Европу. Я имею в виду Баку-Тбилиси-Карс, это железная дорога, которая вообще задумывалась как железная дорога между Турцией и Азербайджаном. И которая вдруг стала такой актуальной для России. Тем более, что турки модернизировали свою систему железных дорог. В силу этого Турция и Россия стали заклятыми друзьями, в силу того, что они стали взаимозависимыми. И вот тут фактор Азербайджана, конечно же, сыграл свою роль. То есть проблема ведь внешней политики Москвы, на мой взгляд, она даже не в том, что там в Грузии существует оккупированная территория, или там то, что аннексировали Крым и действуют как слоны в посудной лапке. Нет. Проблема в том, что в Москве очень тяжело признают субъектность бывших союзных республик, несмотря на то, что прошло 30 лет. Что у них могут быть свои интересы, свои какие-то соображения по этому поводу. Вот на мой взгляд, вот эта война в Карабахе посвидетельствует о том, что Москва, ну хотя бы частично признала, и с помощью Турции, конечно, признала субъектность Азербайджана. Ну, как сказал этот один из спикеров, выступающих на российском телевидении, есть государство, то есть в полной мере государство, а все остальное племена под флагами. Ну, я думаю, что Россия до сих пор воспринимает многие советские республики, бывшие советские республики, как племена под флагами. Несомненно, кстати, и многие советские республики дают повод так себя воспринимать, но даже если не дают повод так себя воспринимать, это не значит, что нужно так их воспринимать, потому что в итоге получаются весьма такие печальные результаты, скажем прямо, для российской внешней политики. В силу этого, что мы имеем сегодня? Мы имеем сегодня то, что Азербайджан получил супер-легитимизацию власти и, в общем-то, получил то, о чем раньше можно было только мечтать, вплоть до Шуши вернул территорию. И мы имеем сегодня, хоть и в упрощенном, в укороченном, обрезанном виде, реализацию плана Лаврова, когда российские войска расположены в Азербайджане, имеют статус миротворцев, и это была бы скинвализация конфликта, если бы не роль Турции и не присутствие турецких войск. Что значит скинвализация конфликта? Скинвализация в том плане, что Россия в любой момент могла бы запустить механизмы по новой войне, и это было бы рычагом влияния и давления на Азербайджан. Является ли это сейчас рычагом давления на Азербайджан? Является, но не в порядке. Но Россия сейчас может в любой момент запустить механизмы, которые придут к новой войне? К новой войне, да, но сейчас это проблематично, потому что это обязательно приведет к тому, что будут испорчены отношения с Анкарой. Это приведет к тому, что будут использованы отношения с Баку, а я еще раз говорю, инфраструктура Баку, Анкара, она сейчас очень нужна России. И в силу этого я не думаю, что Россия будет сильно активна в этом направлении. Они зафиксировали свое влияние, поставили флаг, в очередной раз спасли армян. Поэтому, в общем-то, я бы сказал, что я бы не воспринимал это как поражение России или как ослабление России. Просто-напросто новые реалии. В новых этих реалиях это определенный успех. Ну, вопрос еще, насколько можно контролировать, опять-таки, армянскую сторону. Потому что сейчас очень большая угроза того, что в Армении просто наступит хаос. А как мы знаем, ну, мы израильтяне, я имею в виду, с территории, на которой царит хаос, очень трудно что-то предвидеть, потому что в конечном итоге военные действия может начать любой человек, у которого найдется миномет и снаряд к нему. На самом деле, я думаю, что уже эта угроза миновала. То есть, эта угроза существовала первую неделю где-то. Сейчас, и, кстати, из Москвы очень внимательно наблюдали за этой ситуацией. Но вот после того, как уже Путин, давайте будем откровенны, поддержал, как Эльдогана говорил, Пашиняна. Потому что Пашинян ослабленный, вот в таком виде Пашинян Путин вполне устраивает. Учитывая роль и влияние России, и, кроме всего прочего, то, что Россия является, ну, реально является единственным гарантом безопасности Армении, я не думаю, что российским интересам в Армении или в Карабахе, где они там расположились, что-то может грозить. Нет, этот скво устраивает вполне все стороны. Другое дело, что ситуация изменится как-то. И в свое время я беседовал с моими армянскими коллегами, просто подружески спросил, ну, ребят, я понимаю, почему не устраивают российские миротворцы Азербайджана. Почему не устраивают вас? Ответ был очень интересный, ответ был такой, понимаешь, что Россия в 20 веке два раза уходила с Южного Кавказа и уходила неожиданно. Может, лучше сами. Но вот самим сейчас не получилось, поэтому понятно, что после этого зависимость Армении от России, она только увеличилась сейчас. Другое дело, что в долгосрочной перспективе понятно, что армяне будут искать альтернативу. Потому что ясно, что та ситуация, которая есть, то есть нет гарантии, что Россия в 3 раз не уйдет неожиданно с Южного Кавказа. Ну, армяне уже искали альтернативу, я имею в виду Пашиняна, и это во многом вызвало бездействие России. Ну, и определенный фон, на котором шел последний виток эскалации. Ведь то, что говорили и во многих русских СМИ, и не только, что если бы во главе Армении стоял не Пашинян, а какой-нибудь более пророссийский лидер, то Азербайджан бы просто не полез в такой конфликт сейчас. Я знаком с этой теорией, честно говоря, я с ней не совсем согласен, потому что я считаю, что, ну что, ну стоял бы, например, Роберт Кочарян. И что? Это бы означало, что Россия была бы меньше заинтересована в инфраструктуре Турции и Азербайджана для транспортировки своей нефти, или в логистике меньше была бы заинтересована? То есть проблема не в Армении, проблема не в Пашиняне. Проблема в том, что Москва очень заинтересована в Баку и в Анкаре, и в налаживании с ними нормальных отношений, хороших рабочих отношений. Проблема в том, что Москва заинтересована в том, чтобы подключить ко всему этому Иран. Потому что не будем забывать, что коридор Север-Юг, который давно планирует Москва, он тоже идет через Азербайджан. И мало того, там же коридор Север-Юг, он дальше идет и на Индию, потому что индийцы в Иране купили большой порт. Честно говоря, не помню название порта. Так что тут достаточно серьезные, амбициозные планы у Москвы участвовать во всех этих логистических штуках. И на всем этом фоне ссориться с Азербайджаном, конечно, бы не хотелось бы. Что касается Пашиняна, да, конечно, химии между ними нет. Это абсолютно разные люди. Но я не видел особо, чтобы Пашинян искал альтернативы. Если имеется в виду вот эта неделя франкофонии и его дружба с Макроном, но это не альтернатива, это в принципе традиционное хорошее отношение Армении с... Ну, попытка у него, хотя бы... Кстати, кто на самом деле искал альтернативы и политика, и так далее, это был Сэш Сарксян. И добился в этом немалых результатов, например, заключения соглашения о углубленном партнерстве с Европейским Союзом. Это действительно было. И действительно Сэш Сарксян очень серьезно продвинулся в этом направлении. Но опять-таки все понимали прекрасно, что да, экономика это прекрасно, гранты из Европы это прекрасно, гармонизация там, законодательство частичное, конечно, потому что там нет договора об ассоциации. Это тоже прекрасно, но в плане военном Европа никогда ничего не предлагала. Могли бы предложить, может быть, Соединенные Штаты, но не сегодняшние и не в этой форме. Ну и Пашинян сегодня для России это ситуация, когда за одного битого двух небитых дают. Именно, я абсолютно согласен. То есть, да, Пашинян сегодня... Пашинян, в принципе, никогда... У него были антироссийские высказывания, высказывания, но когда он был в оппозиции? С первого же дня пребывания в власти он говорит о том, что Россия главный стратегический партнер Армении, и это действительно так. То есть, он тут несливит душой, это объективная реальность. И Пашинян прекрасно понимает, что его нахождение в кресле премьера Армении, в том числе и благодаря России, возможно. То есть, если у России будет желание его сместить, учитывая роль и, скажем так, уровень влияния России в Армении, это сделают легко. Достаточно. Вопрос такой, но все-таки, когда смотришь на поведение России по отношению к ближнему зарубежью, то есть, бывшим Советским Республикам, то все равно не может не... То есть, первое, что видишь, это гораздо большую сдержанность. Ну, допустим, на те же события в Киргизии. Я думаю, что еще там 10-20 лет, 15 лет назад Россия бы реагировала гораздо более так, ну, вовлеченно, эмоционально вовлеченно. А сегодня есть такая сдержанность. На те же события, я не знаю, в Карабахе, на те же события с Молдовой, если бы это была Агасяя 6-летней давности, то сегодня бы, ну, точно на всех федеральных каналах было бы просто пляска ненависти. А этого ничего не наблюдается. Это сдержанность, это вопрос, ну, может быть, экономического ослабления, может быть, какого-то политического опыта, а может быть, просто возраста Путина. Ну, я, честно говоря, про Киргизию вообще ничего не могу сказать. То есть... Ну, там произошла цветная революция. Там произошло, я имею в виду, как бы себя делала Россия, и что и как мне сложно тут сказать что-нибудь. Я единственное, что могу сказать, что, да, наверное, все факторы тут важны, и в том числе и осознание своих ресурсных возможностей, повлиять на ситуацию. Ну, и, наверное, то, что произошло в 2018 году в Ереване. Ведь в Армении прекрасно все знали, кого хочет Москва. Москва хотела назначить на пост премьера своего, в общем-то, протеже, который до этого был премьер-министром и до этого работал в «Газпроме». Серж Москву не особо устраивал. Но, когда увидели, что вот такая ситуация, что побеждает Пашинян, в принципе, просто-напросто притянули варианты и сказали, что и это тоже возможно, и с этим можно работать. То есть, может быть, и возраст Путина, нет былой пассионарности чисто на биологическом уровне, может быть, я не знаю, но, скажем так, уже настолько все подпорчено, что вот сейчас то, что нет какой-то бурной реакции на российском ТВ, ну, Господи, нету и нету. Кроме всего прочего, не будем забывать, что в той же Армении есть группы, которые, например, говорят, что Патрушев поддерживает Пашиняна. Говорят, я не знаю, я тут утверждать не буду, свечку не держал. Ну, говорят, что так. Поэтому, то есть, Россия и Москва, когда мы говорим, это же не только Путин, это разные люди с разными интересами и так далее. Вопрос, который очень часто задают, это вопрос о Турции, о том, что Карабахский конфликт и то, чем он завершился, колоссально увеличило силу Турции, влияние Турции, в том числе на постсоветском пространстве. Ты говоришь, что Турция и Россия становятся все более взаимозависимыми. А с другой стороны, многие говорят, что стоит опасаться усиления Турции, там, ее имперских планов, ведь у Турции, так же, как и у России, есть фантомные боли бывшей империи. Фантомные боли, безусловно, есть, но давай будем реалистами. Тот же Эрдоган прекрасно понимает, что ресурсно, даже на том уровне, о котором он говорит, а ведь он говорит об империи, об османах и так далее, не как об остановлении в каких-то границах Османской империи. Он говорит о том, что у нас должна быть своя политика в границах бывшей Османской империи, у нас должно быть свое влияние, культурное влияние и так далее. Долгое время Турция была экономическим гигантом по сравнению со своими соседями и, в общем-то, политически никак себя не проявляла. По сути, вот то, что мы видели в Карабахе, это первый серьезный политический шаг ее на постсоветском пространстве. Хотя экономически мы знаем прекрасно инвестиции Турции. Есть и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Грузии. Ну, в Армении нет, но с другой стороны, в Армении, если мы, до военный период, если мы возьмем, то там очень серьезный товарооборот. Он был через Грузию, конечно, но очень серьезный товарооборот. Но в Армении есть предприятие турецких бизнесменов армянского происхождения, которых в Турции достаточно много, кстати говоря, то, что они не понимают. Несомненно, да и многие граждане Армении работают в Турции. Это тоже абсолютно нормальное явление. То есть, если мы говорим о Турции как об угрозе, я, честно говоря, не вижу угрозы в силу ресурсности. В силу того, что, ну, по крайней мере, Турция не будет действовать как Россия, это точно. То есть, не будет отбирать какие-то территории и так далее, понимая, что кроме головной боли это ничего не принесет. Другое дело, там мы в Сирии увидели, что произошло, но в Сирии, то там понятно, там непосредственная угроза создалась границам. Другое, смотрите на отношение Турции с Иранским Курдистаном. Здесь нужно понимать другую вещь. Но Турция в Ливии, опять-таки, там ее влияние? Несомненно, несомненно в Ливии она, потому что там понятно, что Ливия, не будем забывать, что Ливия это где-то 16-17% по-моему, газа в Европу. И там понятно, что Турции ищут коридоры возможностей. Но вот по поводу имперских, скажем так, фантомных болей, в чем суть? Суть в том, что Эрдоган – существо абсолютно политическое. Ему самое главное, то, что думают о нем его избиратели – Анатолийская улица. Эта Анатолийская улица его и привела к власти после того, как она была придавлена военными, и она вышла на политическую арену. Там мы процессы урбанизации имели, сыграли свою роль. И вот то, что произошло потом, вот эту улицу он фактически и держит, все время прислушивается к ней, потому что абсолютно нелогичным было бы… Вот ссора Эрдогана с Израилем, она же абсолютно нелогична, она абсолютно противоречит интересам Турции. Но это то, о чем говорит улица. Это то, которое, естественно, настроено религиозно и так далее. Ну, кстати говоря, я не знаю, знаешь ли ты, я вот тут на днях прочитал, что понятие «глубинное государство», вот с которым борется, нужно якобы бороться, оно было изобретено в Турции. А уже из Турции, потом экспортировано в Соединенные Штаты и так далее. А изобретено оно было именно потому, что вот турецкое большинство улица, оно было против вот этих вот государств, которые играют по своим правилам, и к религии, и к мнению улицы не прислушивается. Потому что государство было гораздо более европейзировано, прогрессировано, модернизировано по сравнению с улиц. И вот именно «глубинное государство» – это турецкий термин. Ну да, это, в общем-то, подтверждает наш разговор с конвотчем, мы говорим. А дальше что происходит с Турцией? А происходят очень интересные вещи. За последние пять лет, ну, после попытки переворота и так далее, демографические, экономические, другие проблемы, происходит то, что перед Эрдоганом явно маячит перспектива потери власти. Проигрыш в Анкаре, проигрыш в Стамбуле, причем жесткое противостояние по поводу канала Стамбул, буквально вот в эти дни, которые разворачиваются. Эрдоган считает, что его надо строить имамоглу, мэр Стамбула, его, ну, скажу так, вполне вероятно, его главный конкурент на следующих президентских выборах, он считает, что нет, не надо. И на этом фоне, конечно же, Эрдогану необходимо еще раз показывать улицы, насколько он им нужен, что только он может их чаянием соответствовать и удовлетворять их. Но при этом, если мы говорим про Стамбул и Анкару, и Анаталию, вот про такие крупные города, вот если ты говоришь с такими турецкими интеллигентами, я не знаю, начиная от экскурсоводов, там, я не знаю, врачей и так далее, и так далее, и так далее, то, как правило, ненависть к Эрдогану, она гораздо больше, чем, допустим, среди американских интеллектуалов была ненависть к Трампу или среди израильских интеллектуальных кругов к Натаньягу или чем, или в Москве, среди либеральной интеллигенции к Путину. Эрдоган там просто жупил, его жутко ненавидят. Абсолютно верно. И вместе с тем, смотри, какой интересный момент, вместе с тем Эрдоган постоянно побеждал в Стамбуле. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот процессы миграции, процессы урбанизации, они привели к тому, что вот эта Анаталийская улица, вот эта деревня, маленькие городки, они пришли в Стамбул. Но сейчас даже их уже перемолол в Стамбул. Стамбул же это особый город. Даже их уже перемолол. И понятно, что Эрдоган сейчас балансирует. Кроме всего прочего, ковид, экономический кризис. Ну, не будем обо всем этом забывать. Это достаточно серьезные проблемы, о которых спотыкаются куда более мощные страны, хотя Турция является, несомненно, мощной страной. И вот на этом всем фоне, конечно, для Эрдогана очень важны новые идеи. Генерация новых идей. Противостояние... Внешний враг тут очень важен. Противостояние с Грецией. Противостояние с Францией. Та же Ливия. Ну, и вот здесь вот саксэсторий такой. Турецкие войска на Южном Кавказе. Другое дело, что в 22-м году только выборы у нас в парламент, а в 23-м в Турции. И в 23-м году только выборы президентские. Так что до этого еще достаточно далеко. Дистанция-то длинная. Что будет дальше, никто не знает. Но вот на данный момент, да, Эрдоган, конечно же, записал себе политические очки. Да, Эрдоган, конечно же, как минимум в одной стране... Я скажу так, я наблюдал эволюцию отношений в Турции, в Азербайджане. В общем-то, практически с самого начала. От прихода ЛЧБ, который был явным туркофилом. Вплоть до того, что он там начал разрывать отношения с Ираном. И этот лозунг... вспомним, что сейчас этот лозунг опять стал актуальным. Он был актуален в начале 90-х. Один народ, два государства. Потом какой-то... Кстати говоря, Иран это, вполне возможно, будущая жертва Турецко-Азербайджанского союза. Потому что половина населения Ирана это тюрки, а в Азербайджане их называют азербайджанцами. Я просто думаю, что на данном этапе раскачивать лодку иранскую, ну, слишком большая лодка, чтобы ее раскачивать. То есть там мало не покажется. Я, кстати, в свое время, когда говорил с азербайджанскими интеллектуалами, было очень интересно, я спросил, слушай, я говорю, а что произойдет, если вдруг Южный Азербайджан придет и скажет, вот мы отделились от Ирана, мы присоединяемся. Конечно же, это будет кошмар. Конечно, это будет кошмар, то есть от того Азербайджана, который мы знаем, от него не останется камня на камне. Потому что это абсолютно иная культура, это абсолютно иное, ну да, язык один и тот же, но это абсолютно иные измерения. И там их, не будем забывать, их в четыре раза больше. Поэтому... Ладно, я позволю себе последний вопрос. Я тут это прочитал, позавчика, по-моему, о том, что украинская армия начала проводить испытания с использованием турецких беспилотников и собирается использовать их в боях на Донбассе, используя азербайджанские обуви в Карабахе. А украинская армия снова готовится к прошедшей войне? Ну, война-то закончилась. Она не такая уже прошедшая, она продолжается. На самом деле... Не, но учитывая, что Карабахская война была, беспилотники все видели, и Россия будет готовиться к новой войне, учитывая этот фактор. Против России этот номер вряд ли пойдет, пройдет по тому сценарию, который был в Армении. Хотя тоже вопрос. У меня... Я спрашивал, почему Россия не поставляет, не предоставляла Армении средства подавления. И, в общем-то, там был ответ такой. Два варианта. Или не хотят есть определенные договоренности, или боятся, что они не сработают. Но там все гораздо интереснее. На самом деле, Турция и Украина очень серьезные соглашения заключают по военно-техническому сотрудничеству. То есть, нужно понимать, что ВПК у Украины достаточно большой, он технологичный, но он полностью ориентирован на Россию. Естественно, он был... Это были уже советские ВПК. У турок тоже сейчас они начали развивать свой военно-промышленный комплекс, но, конечно же, технологий и многого из того, что есть у Украины, у турок нет. Так что тут может быть очень интересное сотрудничество, кстати, двух ВПК. Даже не в смысле обороноспособности и безопасности, а в смысле бизнеса. Это же достаточно серьезный бизнес. Поэтому посмотрим. Вообще, отношения Киева и Анкары в плане безопасности на Черном море и в том плане, что сейчас и американцы, и НАТО в общем-то как минимум на уровне слов говорят, что нужно уделять внимание безопасности Черноморского региона. В общем-то может быть достаточно интересным. В общем, если подводить итоги, выдавливание турок с территории Украины из-за Кавказья происходило начиная с Петра I последние 300 лет. А 18-й, 19-й, 20-й век. Может, даже не начиная с Петра I с Украины, наверное, и пораньше. Хотя, если так, если вы говорите, то вы говорите. До этого было с татарами в основном, а начиная с Петра именно началось выдавливание турок. Ну, крымские татары, они были всегда с турками, и потом, если мы... Окей, хорошо, начиная с Ивана III, но несколько столетий... Алексей Михайлович. И сейчас начинается турецкий реванш? Нет, конечно же. То есть, турецкий реванш возможен примерно так же, как и британский реванш, то есть, Мэйфлауэр, они новый запустят сейчас в Штаты, приобрет Мэйфлауэр и будут новые американские колонии. Нет, конечно же. Просто-напросто Турция это новый политический игрок в регионе, и с этим нужно считаться всем странам, которые есть, в том числе и Россия, и Россия, кстати, одна из первых стран, которая это поняла, и, в общем-то, пользуется этим. Почему бы это не понять другим странам? Хорошо, будем надеяться на общее понимание. Спасибо, Гела Васадзе, с вами была программа «Азия. Большая игра», и я ее ведущий Давид Эдельман. Азия.